Приветствую! Последние полтора месяца мы очень обеспокоены деятельностью ТЦК и СП. И нас, конечно же, беспокоит то, что делают его представители. И мы видим, какое беззаконие они творят, какой беспредел происходит на улицах. Мы видим, что государство идет откровенно на нарушение действующих порядков, действующего законодательства. Раздают везде повестки силой, что вообще недопустимо, не предусмотрено ничем, никаким нормативно-правовым актом. Силой доставляют людей в ТЦК и СП. И, видимо, надеются, что благодаря этому они получат хороших солдат и обеспечат обороноспособность Украины. И, конечно же, в связи с этим у многих возникает вопрос. А ТЦК и СП это вообще что? Что это за центры комплектования? Они вообще созданы законом? Они созданы в том порядке, который предусмотрен действующей Конституцией Украины? И вот именно с этим мы и хотим сегодня разобраться. И мы выясним, предусмотрены ли ТЦК и СП законом. Созданы ли они в том порядке, который предусматривается действующим законодательством? Ну и ответим на главный вопрос, конечно же, а вообще у них есть обязанность вызывать нас к себе? То есть вручать нам повестки и обязаны ли мы явиться по такой повестке в ТЦК и СП? Естественно, для того, чтобы в этом вопросе разобраться, мы должны с вами обратиться к действующему законодательству. Поехали! И сейчас на своих экранах вы видите закон Украины про внесение змин до деяких законодавчих актов Украины щодо удосконаления окремых питань, выконания войскового обовязку та ведения войскового облику. Ссылочка на этот закон, естественно, будет в описании к видео, чтобы вы могли зайти и самостоятельно проверить, действительно ли там все написано именно так, как я говорю. Как вы видите, закон датирован 21-м годом, конечно же, весь мы изучать его не будем, а посмотрим то, что нас непосредственно интересует. А интересует нас то, что написано в прыгкинцевых-то прохидных положениях. А там написано следующее. Установит еще территориальные центры комплектования, то социальные питрымки утворяются на базе действующих військовых комиссариатов шляхом их перетворения протягом двух месяцев с дня набрана чинности этим законам. То есть в законе прямо указано, что ТЦК и ИСП создаются на базе военкоматов и просто происходит их переформатирование, реорганизация, по сути, да, перетворение здесь используется термин. А дальше посмотрите. Территориальные центры комплектования, то есть социальные питрымки и правонаступниками військовых комиссариатов, на базе яких вон и утворяются. То есть закон четко определил и создал все условия для того, чтобы были созданы в Украине ТЦК и ИСП. И как мы видим, созданы они были на базе военкоматов, которые существовали, ну, частично, скажем откровенно, частично существовали на тот момент, сейчас скажу подробнее об этом. И есть такой вопрос у многих, мол, а как мое личное дело оказалось в ТЦК и ИСП? Оно же должно быть в военкомате. Вот здесь вопрос этот решается. ТЦК и ИСП являются правонаступником військовых комиссариатов. И если вы проверите даже по реестру в ЕДРПОУ, то вы увидите, что в лучшем случае в реестре просто изменилось название. То есть был ТЦК и ИСП, ой, был военкомат, а стал ТЦК и ИСП. То есть произошло, хоть и называлось это там реформой и прочее, но по сути произошло в основном переименование. Конечно, добавили и там некие полномочия. Полномочия, безусловно, тоже изменились, но не настолько существенно, как само название. Да, здесь реально больше всего изменилось название в этом плане. Что касается того, что в законе указано «утвориты», «утворюются», но не указано «ах, кто же их утворюет». И вы можете сказать «стоп, но этот закон не создал військовые комиссариаты», вернее, ТЦК и ИСП. И я с вами согласен, действительно, здесь они не созданы. Вопрос первый, конечно, и главный, на который хочу сейчас отвлечься. А должны ли быть ТЦК и ИСП и вообще госорганы создаваться законом? Те, кто считает, что да, ссылаются, как правило, на Конституцию Украины. И ссылаются они на пункт 12 статьи 92 Конституции Украины. И они говорят, что вот здесь написано «организация идеальность органов иконавчей влады, основы доржавной службы, организации доржавной статистики, информатики вызначаются законом». И на основании этого пункта они делают вывод о том, что ТЦК и ИСП, как и все госорганы, должны быть созданы законом. Но нет, это неправильное трактование статьи Конституции, статьи 92 Конституции Украины. И, друзья, не надо сейчас спорить со мной. Вы можете найти в сети массу, массу книг, публикаций научных, тех ученых, которые занимаются именно конституционным правом. И почитать, как они трактуют этот пункт. И вы увидите, что никто из ученых не говорит о том, что в соответствии с этим пунктом органы государственной власти должны быть созданы законом. Здесь нет такого слова. Здесь нет слова «утворюется», «створюется» либо что-то подобное. И это легко доказуемо, если почитать дальше Конституцию. Например, если мы откроем 116 статью Конституции Украины, мы увидим там пункт 9.1. Сейчас посмотрим. Да, вот статья 116, вы видите. И здесь указаны полномочия Кабмина. И в пункте 9.1 написано, что Кабмин утворюет, реорганизовывает та ликвидует, соответственно, до закону, Министерство та інши центральные органы, выполненные влады. Ну и дали, деючи в межах коштев, предбаченных на утримание цих органей. Скажите, а вам не кажется, что это логически, ну, непоследовательно и ошибочно утверждать, что Конституция требует того, чтобы госорганы создавались законом? И тут же, через несколько статей пишет, что Кабмин создает госорганы. Ну, согласитесь, думаю, вы прекрасно понимаете, сейчас видите, что все-таки госорганы могут создаваться не только законом, а могут создаваться еще и решением Кабинета министров, о чем здесь прямо и написано. Пойдем дальше. ТЦК и СП. Мы нашли законодательную базу с вами, да, есть закон 21-го года, в котором указано, что нужно в течение двух месяцев создать ТЦК и СП. Возникает вопрос, а кто же их должен создать? Верховная Рада, Кабмин, закон или кто-то еще? Вот здесь мы обращаемся с вами к действующему на тот момент положению провейскови комиссариаты. И видим, что это постанова Кабмина за 2013 год. Кстати, интересно, что сейчас скажут те люди, которые считают, что вейскови комиссариаты были упразднены в 2007 году. Вам не кажется, что здесь тоже есть некая ошибочка такая, да? Если их упразднили в 2007 году, то зачем было в 2013 принимать новое положение провейскови комиссариаты? Ну, давайте посмотрим дальше, что же здесь написано про то, кем они создаются. В пункте первом вот мы находим ответ на наш вопрос. Військови комиссариаты утворюются, реорганизовываются та ликвидуются Минобороны за поданням начальника Генерального штаба Головнокомандовача Збройных сил. То есть, в соответствии с действующим на тот момент законодательством, а напомню, постановы Кабмина имеют обязательный характер, являются частью действующего законодательства Украины. Итак, как мы с вами видим, на тот момент, на момент, когда был принят закон в 2021 году, действовало вот это положение, согласно которому военкоматы реорганизовывались Минобороны и Генштабом. И на сегодняшний день, если сделать определенные запросы в Минобороны, то вы получите следующий ответ. Военкоматы были переформатированы в ТЦК и СП совместными директивами Генштаба и Минобороны. К сожалению, эти директивы в открытом доступе отсутствуют. Почему? Потому что им изначально был дан гриф ДСК для служебного коррестования. Поэтому в сети их нет, но если сделать соответствующий запрос, то нам, как минимум, дают информацию о том, какой конкретной директивой когда был создан тот или иной ТЦК и СП. И акцентирую ваше внимание, что ТЦК и СП не создавались все-таки на пустом месте, а по сути происходило переименование существующих военкоматов. И еще, конечно, там вот эти все вопросы о создании ТЦК и СП, они возникли не на пустом месте, потому что государство, ну, немножечко накрутило, намутило, я бы так сказал. Скажу честно, на момент принятия вот этого закона, о котором мы с вами говорили, от 2021 года, где было принято решение о переименовании, о переформатировании военкоматов ТЦК и СП, на самом деле уже значительная часть ТЦК и СП была создана. То есть военкоматы уже на тот момент были переименованы в ТЦК и СП. Но еще не все, и, соответственно, вот на сегодняшний день, по сути, уже все их переименовали. Уже у нас есть ТЦК и СП. Уже вот это положение является недействительным. Есть отдельное положение о ТЦК и СП. Кстати, многие считают, что именно тем положением создавались ТЦК и СП. И я думаю, если мы посмотрим сейчас в комментариях к этому видео, то многие люди напишут еще, что ТЦК и СП создались постановой Кабмина в 2022 году. Ну, на самом деле это не так. И если мы почитаем ту постанову Кабмина, то вы нигде не увидите там слово создать, або утворыты, либо какие-то аналоги. Кстати, еще один момент хочу обратить ваше внимание на статус военкоматов. Многие говорят, что вот военкомат был госорганом, а не вот это, что сейчас юридично особо, якась. А вот военкомат был госорганом. Давайте посмотрим, напомню, мы смотрим положение про висковые комиссариаты. И вот здесь вот листаем, смотрим, листаем. Пункт седьмой. И... Та-дам! Областни висковые комиссариаты еюридичными особами. Мают самостийный баланс. Реистрации не рахунки в органах казначейства. Друзья, как говорится, надо учить матчасть. Да, это сейчас я обращаюсь к тем блогерам, которые там рассказывают, что это был госорган и никогда военкомат не был юридическим лицом. Ну вот, пожалуйста, прямо записано статус военкомата. И, собственно говоря, этот статус перешел к ТЦК и СП. И сейчас, в соответствии с положением, они имеют статус юридического лица публичного права. Но, что меняет ли это что-то вообще? Да, вот этот статус. То, что у ТЦК и СП есть статус юридического лица. То, что у ТЦК и СП есть код ЕДРПОУ. Да, насколько это меняет положение? Ни на сколько. Почему? Сейчас покажу. Закон про оборону Украины. Ссылочка будет в описании, сможете почитать. Это первая статья данного закона. Вот видите, да? Чтобы никто не думал, что это я тексты пишу. Это сайт Верховной Рады. Закон про оборону Украины. Первая статья этого закона. И вот здесь мы листаем и смотрим. Здесь есть перечень органов войскового управления. Вот такая категория есть. Органы войскового управления. И идет перечень, перечень, перечень. И указано. А також территориальні центри комплектования и социальной поддержки, что обеспечивают выполнение законодательства с вопросом військового обов'язку и військовой службы. Мобилизатийной подготовкой, тамобилизацией. Друзья, я не знаю, вот что еще нужно, чтобы доказать, что органами воинского управления являются в том числе ТЦК и СП. И что ТЦК и СП имеют определенные полномочия. И вот в законе прямо это прописано. Конечно, вы здесь можете мне сказать, стоп, ну покажи закон с перечнем полномочий полным ТЦК и СП. К сожалению, такого закона нет. А может, к счастью, не знаю, без разницы. Почему без разницы? Потому что не по каждому госоргану у нас, в принципе, принимается отдельный закон. Да, у нас есть по полиции и полномочия полиции прописаны, там прокуратура, по суду. Но здесь нет. Но это не значит, что полномочия не урегулированы законом. Полномочия урегулированы. Просто эти полномочия, если мы, например, откроем закон про ВО и ВС, который про військовую обов'язку и військовую службу. Если мы откроем закон о мобилизационной подготовке, то мы увидим, что просто эти полномочия, они вот не собраны в отдельные статьи, а они распорожены, так сказать, по всему закону. Но эти полномочия прописаны. Вдобавок к этому есть положение о ТЦК и СП. Есть порядок воинского учета, где записаны эти полномочия. Что должен делать ТЦК и СП. То есть это все есть. И, конечно же, теперь подходим к главному вопросу, должны ли мы являться по повестке от ТЦК и СП. Друзья, вот закон про мобилизационную подготовку та мобилизацию 22 статья, где написано, что громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК и социальной поддержки. То есть, ну, есть четкая обязанность. Все. Что еще нужно? Вот вопрос возникает, что еще нужно? Обязанность четкая есть. Но, как мы с вами знаем, мы уже смотрели с вами решение суда по этому поводу, да, где был оправдательный приговор, где суд сказал, что несмотря на то, что, да, у человека есть такая обязанность, что он должен защищать родину, отчизну, и он должен являться по вызову в ТЦК и СП, но суд говорит, что для этого ТЦК и СП должен вызывать человека в соответствии с действующим законодательством. И если он этого не делает, если ТЦК и СП вызывает не на основании того, как это прописано в действующем законодательстве, тогда у человека не возникает уже и обязанности явиться, и ответственности он не несет. Но это совсем другая история, и здесь я хочу, друзья, сказать о том, о том комментарии, который я встретил на своем канале. Он мне очень понравился, и вот здесь просто человек написал золотую мысль. И вот вы сейчас видите на экране, да, что написал человек, что нужно не о незаконности вещать, а бороться с беззаконием, которое они допускают. То есть, ну, друзья, хватит уже говорить о том, что они созданы незаконно. Ну, любому юристу понятно, что они созданы в соответствии с действующим законодательством. Об этом уже говорить не стоит. Нужно говорить о том, что да, они нарушают закон, и в тех случаях, когда они нарушают закон, мы должны требовать от них соблюдения закона, и мы должны, используя нормы закона, отстаивать свои права. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео было полезным, познавательным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также заходите на мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании к этому видео. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.